Этот некрополь наша история. Новодевичье правительственное кладбище. Здесь покоятся те, которые были увековечены не только в памятниках, но и в монетах. В 1904 году в Германии умирает великий русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов. Об этом опубликуют все российские газеты. На его пьесы «Вишневый сад», «Чайка» и «Три сестры» очень часто будут ставить спектакли. За период творчества, длившийся 25 лет, он напишет более 300 произведений. Чехов в те времена был известен всему миру. Спектакли Чехова хотят слушать. Правда, при Сталине некоторые спектакли были все же запрещены. В 1890 году он отправится в путешествие. Он посетит Сахалин и позже напишет о жизни на острове, как на каторге. Чехов женится в 40 лет, однако через два года он уже будет тяжело болен. К сожалению, в 1904 году идет уже русско-японская война. Чехов даже рвется на эту войну врачом. К сожалению, Чехов проживет недолгую жизнь, но в нашей памяти останутся его нетленные произведения. В честь русского писателя в 1987 создадут московский художественный театр имени Чехова. В память Чехова будут выпущены множество монет, в том числе золотых. И даже за рубежом его помнят. Ну, что? Что уставились? А? Ты думаешь Дундукля, да? Думаешь, я Чехля? Его творчество пришлось на годы строгой цензуры. Актер театра, эстрады и кино, юморист Аркадий Райкин. Его любили простые люди, чего нельзя было сказать о чиновниках. Почти 50 лет он творил на сцене. Он родился в Риге и в 1922 его семья переехала в Петроград. С детства Аркадий переболел ангиной, что и дало последствия на сердце и стало причиной ранней седины. В 1939 становится инициатором открытия театра эстрады. В те годы он много работал, в спектаклях исполнял пародии, танцы, песенки и вскоре стал руководителем своего театра. Ну, то веселая какая-то. Веселая, значит, благодарность. То она чуть не плачет. Плачет, значит, выговор. Нам пессимисты не нужны. Кто взял? Пушкин взял? Нет, Некрасов взял. Ай, ай, ай! Некрасов взял и вперед! Некрасов! Потому что, если раньше он рисовал на заборах, ну, грубо говоря, рожи, то теперь он пишет, мягко выражаясь, слова. На угреческом зале, угреческом зале! Вот так. Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет. Вместе получается воспитание. Комедийность, обаяние, интеллигентность помогли ему стать быстро профессионалом. Он был невероятно трудоспособен. После выступления в роли Чарли Чаплина на него уже обратили внимание за пределами Ленинграда. Аркадий гастролирует. В 1968 ему было присвоено звание народного артиста СССР. В 1980 ему присуждается Ленинская премия. Через год герой социалистического труда. После выступления Райкена в Кремле он обращается к Брежневу с просьбой о переносе его театра в Москву. И уже через несколько месяцев Райкен со своим театром перебирается в столицу. После всесоюзной славы зрители стоя приветствуют любимого артиста. Аркадий Райкен до последних дней оставался собранным на сцене, хотя ему было уже далеко за 70. Чувствуя, что уже сказывается память и теряется искрометность движений. В 1980 он посетил 6 городов США с гастролями. В 2011 году, ко дню столетия артиста, Московский монетный двор выпустил серебряную памятную монету. Похоронен здесь, на Новодевичьем кладбище. Этого человека мало кто знает в лицо, зато все слышали его музыку. Советский композитор и пианист, доктор наук и профессор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В возрасте 9 лет он поступает в гимназию и изъявляет желание всерьез заниматься музыкой. Первые уроки на фортепиано дала ему его мать. В 1919 поступает в Петроградскую консерваторию и пишет свое первое оркестровое сочинение. Впервые которое прозвучало в 1926, когда Дмитрию было всего лишь 19 лет. Надо добавить, что музыкальную наследственность он получил от своих родителей. Известный в то время Мирхольд стал тесно сотрудничать с молодым музыкантом. Шостакович писал музыку для пьесы Маяковского. Он написал музыку на более чем 40 фильмов. Несмотря на разруху после Первой мировой войны он продолжил заниматься музыкой. До Второй мировой войны Шостакович преподавал в консерватории, написал пять крупных симфоний и стал профессором. Шостакович был лично знаком с Святославом Рихтером, который прекрасно исполнял его музыку. Не менее известный Ростропович любил музыку Шостаковича и с упованием исполнял его произведения. Когда симфонии Шостаковича исполнялись в зале всегда были овации. В осажденном Ленинграде в 1942 он написал седьмую симфонию. После войны он переберется в Москву. Станет секретарем правления союза композиторов СССР. Впоследствии герой соцтруда, народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии и пяти сталинских. Член коммунистической партии Советского Союза. Всего он написал 15 симфоний. Он также писал музыку для оперы и балетов. У него был рак легкий, похоронен здесь на Новодевичьем кладбище. В 2006 году ему посвящена памятная монета в честь его столетия. Владимир Владимирович Маяковский. Русский и советский поэт. Маяковский родился в Грузии. В 1906 году его семья переезжает в Москву. Через два года, когда ему будет 14 лет, он вступит в партию РСДРП. Начнет серьезно увлекаться марксистской литературой. И даже несколько раз арестовывается. Несколько стихов он напишет в тюрьме. В тюрьме он будет просить о помиловании, утверждая, что страдает неврастение и малокровие. Маяковский потомственный дворянин. Кроме поэзии он ищет себя во многих профессиях. Очень сильно любит живопись и даже становится редактором журнала. До революции Маяковский первоклассный лирик действительно обладал талантом. В 20-е годы советская цензура не позволяла печатать его стихи. Сегодня доподлинно установлено, что он сотрудничал с органами госбезопасности. У Маяковского даже есть строки, им посвященные. Вот строка «Солдат из Дзержинского союз берегут». В 1923-м Маяковский еще тогда при живом Ленине вылетает в Германию. В 1926-м он получит квартиру в Москве. Через три года страна будет жить по карточкам. Сталин взял курс на коллективизацию. Маяковскому впервые откажут в визе за границу. Последнее свое выступление Маяковский читал поэму «Ленин». Сталин был на этом выступлении и поэма ему понравилась. В 1930-м году поэт-революционер был найден застреленным в своей квартире. Вот как вспоминает то время известный карикатурист и долгожитель Борис Ефимов. Пошел и сказал, вы слышали, Маяковский застрелился. И тот, который вел это заседание, заместитель редактора, сказал, Маяковский застрелился. Наверное, был пьяный. Маяковскому было 36 лет. Официальная версия самоубийства. Выдающийся русский оперный певец, тембр, высокий бас, Федор Шаляпин. На императорской сцене его называли солист его величества. Свою жизнь он посвятил искусству. На то время он прожил долгую и интересную жизнь. Выходец из небогатой семьи, обучался разным ремеслам. Даже был учеником сапожника. В юности ему начинают нравиться спектакли. Потом он устраивается на работу статистом в спектакль. Однажды в опере заболел солист. И ему, тогда еще молодому Шаляпину, доверили заменить оперного солиста. По сути, это был его первый дебют. Именно так началась карьера его. Основные знания и опыт он получил в Тифлисе. Потом Шаляпин переезжает в Петроград и становится солистом императорского Мариинского театра. Постепенно он начинает гастролировать за рубежом, завоевывая мировую славу. Хотя Шаляпин курил, это не мешало ему петь. Он был не только певцом, но и артистом перевоплощения. Играл Ивана Грозного, Бориса Годунова, Ивана Сусанина. Мало того, Шаляпин обладал завидной феноменальной памятью. Более того, он был красив, обаятелен, крепкого телосложения. Солист долгое время дружил с Максимом Горьким, который советовал ему уехать из России. В 1920 году это было. Тогда Советский Союз только создавался. Про Шаляпина даже писал поэт Маяковский. Федор Шаляпин потом признается, что он не любил большевиков. Поэтому после отъезда во Францию не собирался возвращаться в Советскую Россию. Хотя его звали. У Шаляпина было много детей. И большую часть средств уходила на образование детей. Надо сказать, что в Париже у него был свой собственный особняк. Хотя Шаляпин и хотел вернуться в Россию. Тяжелая болезнь не дала ему это сделать. За год до смерти в 1937 году он дал прощальный концерт в Париже. Памятная серебряная монета была ему посвящена в 1993 году уже после распада Союза. Шаляпин был похоронен в Париже. Однако в 1984 году по просьбе родственников его прах разрешили перевезти в Москву. Где он и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова